Друзья, всем привет! Сегодня хотел бы ответить на такой важный вопрос. Очень часто, кстати, вы меня об этом спрашиваете. Как перестать быть стеснительным? Вот меня человек спрашивает. Тарас, как перестать быть стеснительным? Как быть уверенным? Например, в обществе я молчаливый, сжатый человек. Хочется услышать твое мнение. Ребята, я хотел бы здесь прояснить очень-очень важную вещь. Стеснительность никак не влияет на успех. Ну, вернее, она никак не повлияла на мой успех. Вы можете быть очень стеснительным человеком, вот прям как я. Я был очень стеснительный. И все равно вы сможете добиться успеха. Смотрите, как я действовал. Я никогда не работал над своими слабостями. Вот стеснительность, да, это как бы моя слабая сторона. Я усилял сильное. Я работал над своими сильными качествами, потому что там у меня было конкурентное преимущество, ну и плюс мне там было комфортно работать. И со временем, вот когда ты работаешь над своими сильными качествами, слабые стороны, они рассасываются. Ну, не рассасываются прям полностью, да, вы просто сильно в них прокачиваетесь. Вот если взять, например, уровень моей стеснительности там 6 лет назад, условно он был там 90%, то сейчас он процентов 30. Я все равно как бы стеснительный человек. Я никогда, даже сейчас, никому первый не подойду, не заведу диалог. Вот да, я раньше ходил на семинары, я сидел с блокнотом, с ручкой, все записывал, не общался вообще. Если другие ребята приходили там на форумы, на семинары ради нетворкинга, то я просто сидел и слушал спикеров со сцены. Я никому не подходил. И сейчас я никому не подхожу, но сейчас уже ко мне подходят. Многие меня знают. Вот, конечно же, я сильно в этом плане прокачался. Ну, потому что, когда ты становишься успешным, уверенность, она автоматически как бы подтягивается. Ты как бы все-таки работаешь над собой, там, путешествуешь, расширяешь свои границы, многое знаешь, много там чего видел, приобретаешь какой-то опыт, конечно же, стеснительность начинает уходить. Но, ребята, я над этим никак не работал. Вообще никак не работал. Я просто усиливал и развивал то, в чем я и так хорош. Вот, вы знаете, моя сильная сторона – это постоянство усилий, это терпение, это настойчивость. Вот это мои сильные стороны. И вот, будучи стеснительным, да, я же стесняюсь людей. Как я буду как бы выступать на широкую аудиторию? Что я могу сделать? Я могу закрыться в квартире и снимать видео. Меня никто не видит. Я никак не взаимодействую с аудиторией, вообще никак. Я просто смотрю в камеру и снимаю ролики. Я, кстати, ребята, нормально не умел еще тогда разговаривать на русском. Я начал где-то учиться там в 16-м году. Меня подписчики исправляли в комментариях. То есть я был безграмотным, стеснительным, и все равно добился успеха, все равно заработал свой миллион долларов. Я не мог никому подойти, да, спросить совет, не мог подойти к людям, которые успешнее меня, у которых уровень дохода намного выше, чем мой. Я стеснялся к ним подойти. Если я стесняюсь подойти к миллионеру, я куплю книгу миллионера и буду читать книгу. Закроюсь опять же в своей квартире. Я нормально себя чувствовал, когда был одиноким. Я знал, что это мое время. Здесь я сам собой, я могу расти, я могу развиваться. Я буду делать столько, не знаю, попыток, сколько нужно будет. Я не сдамся, я не отступлю, я доведу дело до конца. Я вам уже рассказывал, что когда был при деньгах, я стеснялся зайти в дорогой ресторан. Там они все такие крутые, эти официанты там в рубашечках. И меня еще друг тогда мотивировал. Блин, Тарас, да ты зарабатываешь в сто раз больше этого официанта. Да зайди себе уверенно, сядь. Вот я даже стеснялся зайти в ресторан. Ребята, я такой же простой, как и вы. Я простой пацан из провинции, стеснительный пацан из провинции, который просто взял постоянством усилий. Все, вот вам мотивация. Я взял постоянством усилий. В итоге мы зашли в тот ресторан. А, я вспомнил, нас не пускали, потому что мы в шортах первый раз пришли. Мы первый раз пришли в шортах. Она сказала, у нас дресс-код, нужно в штанах. Мы поехали за штанами, вернулись. Может, меня еще вот это вот сбило, да. Еще я помню, очень стеснялся на встрече с подписчиками. И на второй встрече прям боялся выйти к ребятам, прикиньте. И меня опять же, ну, моя команда меня мотивирует. Тарас, блин, люди пришли к тебе. Да какого хрена ты стесняешься? Они ждут тебя, пришли к тебе. Да выйди ты нормально. И я в итоге вышел с большим волнением, но вышел, поприветствовал людей, дал благодарочку. Мне начали аплодировать. И все. Был барьер, я его преодолел. И вот так вот постепенно я двигался. Шаг за шагом, никаких специальных техник. Просто со временем, да, со временем это вот рассасывалось. Я приобретал уверенность. Все со временем. Все естественно. Никаких специальных челленджов там не делал. По типу, вот, ты бедный, неуверенный, зайди в салон Роллс-Ройса и веди там диалог с продавцом, так как будто ты хочешь купить машину, тренируйся, развивай это в себе. Нет, я такой штука не страдал. Помню, я еще тогда очень сильно стеснялся снимать влоги, потому что, ну, влоги это вообще был как бы новый такой формат, вообще новый уровень. Одно дело, когда ты снимаешь видео в квартире, тебя никто не видит, никто не слышит. Можно сколько угодно сделать дублей, можно смонтировать видео, потом пересмотреть, если оно тебе не понравится, еще раз там переснять. Но когда ты снимаешь влоги, на тебя все смотрят, просто тогда еще, тогда в то время, ну, мало кто этим занимался, тогда на тебя все смотрели. Когда ты вот просто поднимал камеру, тогда еще никто не видел таких маленьких вот этих камер, вот, экшн этих камер. А что это у тебя такое? Ой, покажи, а что это там за устройство такое? И на тебя все смотрели Это сейчас уже, да, на блогеров никто не обращает внимания Потому что все ходят, снимают тиктоки Я помню, мне было комфортнее снимать за границей Когда я поехал первый раз за границу Вот я там начал, где? В Бильнюсе снимать видео, там, в Париже Вот, тогда я себя как бы почувствовал Либо же, когда в компании, там, друзей Как-то было комфортнее, потому что все-таки они с тобой Они тоже там что-то в камеру могут сказать, как-то пошутить Ну, и плюс вы идете толпой, было комфортно А так, когда ты один выходишь Блин, я помню, я прятался, прятался по углам, да Чтобы нормально сказать, чтобы меня никто не видел, никто не слышал Там вышел, есть люди, какую-то небольшую часть отснял Все, опять где-то спрятался там, отснял контент Вот так было А за границей, вот помню, было комфортно Потому что мне было пофиг, меня никто не знает Делаю кучу дублей, меня никто не понимает Ну, я-то, кстати, думал, что меня никто не понимает Там много наших, я помню, в Рикше тоже снимал видео Там что-то рассказываю, переснимаю То ветер подул, то еще что-то там Ну, и потом чувак ко мне говорит на русском Ну, вот таких тоже было много историй Но вот за границей я чувствовал себя комфортнее Но опять же, ребята, видите, я проходил через эти моменты Ну, по сути, у меня была, можно сказать, практика, да Я с практикой это все развивал Но я не парился Я сильно об этом не парился Вот как идет, так пусть и идет И вот смотрите, моя стеснительность и безграмотность Не помешали мне достичь успеха Я, будучи стеснительным, смог стать миллионером Я, будучи стеснительным, смог найти свою любовь Так что, друзья, вообще не парьтесь Это не помеха В успехе это не главное Главное, это следовать своим принципам И самое главное, это постоянство усилий Каждый день работай над своим делом Каждый день работай над собой И тебя ждет успех Каждый день создавай себя Я уже говорил, создание себя Это гарантированный успех Поиск себя Это гарантированный провал